Закладное ткачество Видите, с дырочками получается Это называется набедренники Наручения назывались наколенки Вот эта кольчуга весит около 6 килограмм Чтобы развести огонь, нужно выбить Что такое трепало и зачем нужны дерганцы Для чего существовало бронное дело И на что одевали черки Об этом и многом другом рассказал Центр Живая История на мастер-классах Под качеству и бронному делу Стоит Федосья растрепанной волоси Трепало Трепало Какое? Трепало Это санцемани Вот такая чесалка Смотрите, животное убивать не обязательно Животное вычесывали Посмотрите, это шерсть, потрогайте Или стригли овечи Мягкая Собачку чесали Потрогайте Сегодняшний мастер-класс посвящен качеству Одному из древнейших видов рукоделия и вообще ремесла Это возрождение какой-то нашей истории, наших традиций Это очень интересно в том плане, что ты делаешь что-то руками Когда я это делаю, я отдыхаю Это как отвлечение от каких-то наших обыденных дел Ну и это красиво Кудельку, да, пять овечек И скручиваю ее Видите, как она скручивается? Ой, убежала, убежала Скручивается Ой, слетела То есть она скручивалась, да, и так далее Но раз у меня слетела, я вам покажу вот такую прялку Это более старая прялка Смотрите, какая большая Это тяжелее способ Тяжелее способ Видите старый беретенца? Да Зачем они так раскрашивались? А как вы думаете, зачем они раскрашивались? Для декора Конечно, чтобы было красиво, всем же хотелось украсить На спицах стали вязать всего буквально тысячу лет назад А иглой вязали несколько тысяч лет Я размотаю, поверну и начну плести в другую сторону Видите, какой крестик получился в серединочке? Вот этот крестик будет посерединке А вот такой рисунок получается Вот этот так плетут на... Называется на рогульке или на вилочке Вот смотрите Я поворачиваю дощечки И прокладываю ниточку И из-за того, что у меня ниточки определенным способом заправлены У меня получается вот здесь вот рисуночек Так легко Так легко, кто хочет попробовать Так, давай, ты будешь вот так кидать? Кто-нибудь, крутите дощечки Только надо все вместе перевернуть Ну, крути Нет От себя, смотри В ту сторону Раз А ты кидай А еще надо сделать вот так, прибить и кинуть Да, и кинуть Получается вот такие, да? Да, вот так Вперед Вперед И посмотрите, что у нас получилось уже Вот этого не было треугольничка, видите? Вот эти все поясочки и тесемочки Вот видите, какие красивые? Да Они все плелись вот этим способом И даже со словами Вот видите, синенькая тесемочка? Да, вот с такими молитвами, со словами Вот тут спаси, сохрани Ольга показала еще один вид ткацкого станка И изделие, изготовленные на нем Смотрите Здесь у нас вот это Меняет направление, да? Да А это у нас опять челнок побежал Аккуратненько Посмотрите, нужно попасть точно Если ошибетесь, то получится некрасиво И вообще ничего не получится Ткань не получится Так, сильно не затягиваем Теперь поворачиваем И прибиваем Смотри, надо вот так проложить Надо что сделать Вот так вот Чтобы ткань плотненько получилась Прилегла А теперь, посмотрите Вот таким способом У нас вот такие пояса получаются Красивые Представляете? Да На мастер-классе Каждая девочка Своими руками делала для себя Небольшой браслетик Финечку Для этого нужны были лишь пальчики И вертикальный крючок Это дерганцы Потому что мы сейчас с вами будем дергать Три петельки Одну петельку на указатель Одну петельку на средний пальчик Одну петельку на безымянный Чем это полезно для девочек? Во-первых, с точки зрения Как физиологии, психофизиологии Работаем мелкая моторика Да, это развитие и рук И развитие речевых аппаратов И головного мозга Для того, чтобы создать узор Это нужно определенный склад мышления Это и какой-то расчет математический Ну, это и духовное просвещение Да, можно Потому что мы увлекаемся традицией Ну, и в плане прикладной То, что каждая девочка Может создать какое-то изделие С собственными руками Сейчас это очень популярно Да, у нас изделие хендмейд Ручная работа очень популярна Все этим увлекаются Дарят подарки Я хожу на декупаж Мне интересно плести Я плету из резиночек А вот плетение из резиночек И плетение из ниток Это разное? В отличие Чем отличается? Из резиночек Она по одной штучке Все плетешь, плетешь А тут прям несколько ниток И сплетаешь как в косичку Мы еще никогда не делали Что-то из ниток А это мы тут впервые делаем Так что мне очень интересно И легко дается Мне почему-то понравилось очень Я хочу как-то купить с нитки Мама Немного взять И сделать так же Много-много таких И создать коллекцию даже Может быть Ткачество Это всемирная культура И развита была На территории всех Древних государств И дошла до наших дней До 20 века И до сих пор Ткачеством занимаются И в Южной Америке И в Индии И в Китае И в России И в Бурятии И вот в частности Пояса Они носили Как прикладное значение То есть это украшение одежды Обмен поясами Считался обмен Не только материальными Какими-то ценностями Но и духовные Это духовная связь была Обменялись поясами Обменялись душами Эта традиция Свадебная Существовала у русских Обмен поясов Существовал у бурят При сватовстве Эта традиция Существует до сих пор В Китае и в Японии В соседнем зале музея Мальчишки с увлечением Знакомятся с боевыми доспехами Бронное дело Это плетение кольчуги Ну, во-первых Это развитие Моторики Если с точки зрения Развития ребенка Физического Познавательный интерес То есть они могут О том, что они видят В кино Красивых рыцарей Богатырей В каких-то восточных Войнах в доспехах А здесь они могут Посмотреть, потрогать И самим Принять участие В изготовлении кольчуги Ну, по крайней мере Какого-то его Небольшого фрагмента То есть понять Сколько труда надо Какие технологии Применялись Вот каким образом Можно с инструментом работать Кольчуга у нас Один из самых древних доспехов И очень популярных Вот вы, наверное, уже посмотрели Потрогали Здесь, посмотрите Видите? Кольца сведенные Это называется Набедренники На Руси Они назывались На коленке Пристегивался он К поясу Застегивался Ну и, собственно Вот сама защита колена А вот здесь Кольца уже клепанные все С конца 15 века Такие набедренники Стали использоваться На Востоке В Турции В Египте В Средней Азии И в том числе У нас на Руси Кольчуга Кольчуга довольно тяжелая Вот эта кольчуга Весит около 6 килограмм Моя кольчуга Весит 9 килограмм В среднем уходит От 16 до 20 тысяч колец Хотя встречаются кольчуги Где по 40-50 тысяч колец И очень-очень мелких колец Изобрели кольчуги довольно давно Это был 3 век до нашей эры Это почти 2000 лет назад Изобретателями кольчуги Считаются кельты На Руси кольчуга Появилась в 9-10 веке Она пришла к нам От викингов или варягов Для ее изготовления Требуется несколько килограммов Железа И много-много терпения Клетение стальной рубашки Состоит из постоянного Математического расчета Дабы не сбивались ряды Если кольчуга Относится к 10-15 векам То костюм Вадима Юрьевича Относится к 17 веку Сибирского служивого человека На мне такая обувь Мягкая называют черки Восстановлены они По находкам в Мангазее Это такой город был Русский в Западной Сибири Чтобы снег не попадал в обувь Чтобы ноги не мерзли здесь Это обмотки Калия у нас У нас их в селе Хасурта На мне такие зимний вариант Суконных штанов Хотя суконные штаны Носили не только зимой Из разного сукна Под ними есть еще нижние штаны Точно так же шиты Как и положено То есть грубо говоря Нательное белье Кафтан Восстановлен он Чай с нашими стрицей Ольга Афанасьева Основному Посоружил Кафтан морехода 17 века Найденный В северном море В заливе Гимса Вот эти вот застежки Они присутствуют На самом деле Не только в русском Но и в бурятском костюме Могут они Изготовлены по разной технологии Будь в дальнем случае Они плетеные Называются они По русски разговоры Вот такая вот шапка Обычная русская шапка Которую мы часто видим По фильмам По сказкам Отороченная Местным сибирским мехом Внутри льняная подкладка Сама она сшита из сукна Поскольку карманов не было Вот такой Я бы сказал Военная поездка К сожалению Ремень делал не я пояс Вот это Литье по образцам Поясов Значит сабельных И саадашных Саадак Это набор для стрельбы Из лука Который включает Лук, колчан Стрелы Но в том числе Его можно и как Такой ремень использовать Поскольку карманов нет Вот такие сумки Где хранится Нож Как У каждого Кстати и женщины И мужчины И дети Сильные ножи Разного размера Потому что в хозяйстве Без него невозможно Здесь у меня Это кресало А что такое кресало? Кресало Это значит металлическо-стальная пластина А вот Кремень Ну и в данном случае Его роли Памперит Чтобы развести огонь Ну нужно вот выбить Ускру Кстати наши еще деды На фронте Подкуривали От похожих инструментов Кремния и кресала После того Как мы изучили Мужской костюм Мы пошли изучать Женский Сарафаны были Как Обычно На рисунках художников Разрез полный Но были Как вот Разрезы Полностью Распашные И были Нераспашные Сарафаны Также Обязательно Был Это пояс Который Мог носиться Либо на рубаху Но мы как показываем детям Что пояс Поэтому одеваем На сарафан И верхняя одежда Вот такого типа Она существовала Тоже несколько веков И в зависимости От того Из какого материала Она была сделана И чем украшена Называлась И фересь И опашень Ахабень То есть это то Что распашная одежда Верхняя Или просто Кантан Это длинные рукава Они тоже Просуществовали Довольно-таки Долгое время И были Как на рубахах Допустим Вплоть до 17 века Во время свадеб Такие длинные рукава Девушки распускали И эти рубахи Назывались Убивальницы Потому что Они плакали И закрывали лицо Вот этими Длинными рукавами И так эта рубаха И называлась Рубаха-убивальница Вот Ну а так В повседневной жизни Мы тоже эти Встречаем На иллюстрациях Такие рукава То есть их можно было носить Не одевая То есть спустя рукава Не зря говорят? Ну да Если мы оденем Руку в рукав И рукав не поднимем То конечно Так мы ничего сделать Не сможем Расносили их Вот То есть если мы спустим рукав То спустя рукава Как раз таки Это и есть То самое выражение Отсюда и пошло Вот Так же Длинные рукава Как дань моде Оставались долгое время И вот как Здесь вариант Фальшрукава То есть они Служили вроде как Украшением Могли быть Могли завязываться Сзади Да Вот просто могли Так вот На голове Это Ну тоже как один из вариантов Головного убора Это Повойник Который закрывает волосы И убрус Ну в данном случае Это льняное полотно Женщина должна быть С покрытой головой Волосы не должны быть видны То есть это замужние Ну как бы волосы Это имели такое Сакральное тоже значение Да И с непокрытой головой Женщина не должна была Появляться Ни перед кем Кроме своего мужа Повойник Это небольшая шапочка Которая стягивалась Такой вид головного убора Он сохраняется тоже У многих Он имеет разные виды Бывает И круглый Вот квадратный Как здесь И в кичках Такой тоже Способ завязывания Вот он В музее На несколько часов История древней Руси ожила Школьники не только Знакомились с реконструкцией Древних предметов Но и сами Работали с железной Шерстяной нитью Возможно Знакомство с древними Ремеслами Традициями Возродит интерес Этих юных ребят К истории нашей страны Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин